ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Власти Каталонии не теряют ни дня для агитации за независимость региона. На этот раз они воспользовались конкурсом человеческих башен в Тарагоне. Жюль Бьянки после нейрохирургической операции остается в критическом состоянии. Французский пилот Формулы-1 получил тяжелую черепно-мозговую травму на Грам-при Японии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Толпа сторонников президента Бразилии Дилмы Руссов на мотив футбольной кричалки распевает имя своего кандидата. В первом туре выборов главы государства действующий президент получила более 40% голосов. Впрочем, именно теперь для нее начинается настоящая борьба. У меня очень простое послание. Это послание о том, что мне необходимо двигаться вперед. Послание о том, что мне нужно продолжать сражение. Бок о бок с теми, кто голосовал за будущее Бразилии. Второй результат. Порядка 34% в первом туре получил оппозиционный кандидат Аэсиу Невиш. Он представляет социал-демократическую партию, однако считается центристом из-за своей программы поддержки бизнеса. Это победа тех, кто желает перемен. Оппозиционные кандидаты вместе получили большинство. Мы будем продолжать борьбу, чтобы выиграть выборы во втором туре и дать Бразилии достойную и эффективную власть. Бывший министр экологии Марина Сильва получила в первом туре чуть более 20% голосов, пока она не выступила с заявлением о том, кого намерена поддерживать во втором туре. Однако, по данным соцопросов, 60% ее сторонников готовы отдать свои голоса Аэсиу Невишу, что дает ему реальные шансы стать президентом страны. Бой в 75 километрах от Багдада. Иракские силы безопасности при поддержке ополченцев из местных племен сражаются с радикалами из группировки «Исламское государство». Кадры были распространены государственным телевидением Ирака, которое сообщило, что город Далария был полностью освобожден от исламистов. В то же время сообщается, что радикалы смогли расширить контролируемые ими территории на севере и западе Ирака, осадив город Кубаис и военную базу Аин-Аль-Асад. Правозащитные организации сообщают о сотнях убитых с обеих сторон. Тем временем бои с радикалами продолжаются на севере Сирии, близ турецкой границы. Город Кобани постоянно подвергается обстрелам. Курдские ополченцы держат оборону населенного пункта уже в течение нескольких недель. Сообщается как минимум об 11 погибших из числа защитников города. Авиация антиисламистского альянса во главе США продолжила воздушные удары по позициям исламского государства в Сирии, убитые как минимум 16 исламистов. Сторонники независимости Каталонии воспользовались традиционным конкурсом человеческих башен, проводящимся в Тарагоне, для агитации за идею об отделении региона от Испании. Мероприятие посетил лидер Каталонии Артур Мас. Конституционный суд Испании приостановил ранее решение о проведении плебисыта. В то же время на минувшей неделе идея получила одобрение 97% каталонских муниципалитетов. Вопрос голосования в Каталонии – это вопрос политической воли. Рахой сказал ясно. Он не сказал «мы не можем», он сказал «мы не хотим». Это говорилось много раз. Проблема всего лишь в нежелании. Несмотря на мнение Мадрида, каталонские власти намерены продолжать подготовку к референдуму и провести его 9 ноября. Теперь стало ясно, что нас поддерживают муниципалитеты, равно как и гражданское общество, что было продемонстрировано на уличных акциях в день Каталонии 11 сентября. Жесткое противостояние между правительством Испании и правительством Каталонии продолжается. Пока что каталонский лидер Артур Ма смог объединить вокруг себя политиков и общество. Но долго ли так будет продолжаться? В Париже и Бордоу состоялись многотысячные марши сторонников движения, манифестация для всех. Митинги прошли под лозунгом борьбы с суррогатным материнством и против наделения однополых пар правом прибегать к искусственному оплодотворению, говорит участник акции. Мужчины встречают другого мужчину. Они видят друг друга пару недель, они будут вместе, потом заведут ребенка, а потом разойдутся. Что станет с этим ребенком? И то же самое с женщинами. Две женщины вместе – это нехорошо. Бог создал мужчину и женщину. В тот же день в Париже прошла демонстрация в поддержку однополых пар, говорит Гиом Буне, представитель группы All Out. Люди, вышедшие на марш протеста против равенства, в основном говорят, что существует одна единственная модель семьи. Или вы вписываетесь в эту модель, или ей не соответствуете. Но мы демонстрируем, что многие семьи во Франции уже не следуют этой модели. И на сегодняшний день семья строится на одном простом принципе – на любви. Ранее премьер-министр Франции Эммануэль Вальс заявил, что у правительства нет планов узаконить суррогатное материнство. Но сторонники движения «Манифестация для всех» опасаются, что именно этот шаг станет следующим после легализации в стране однополых браков. На досрочных парламентских выборах в Болгарии лидирует партия ГЕРБ – граждане за европейское развитие Болгарии. Руководитель партии Бойко Борисов уже заявил, что готов взять на себя все риски управления государством. ГЕРБ, по данным Экзитпулов, получил поддержку 33% избирателей. Болгарская социалистическая партия набирает около 16%. Наблюдатели считают, если центральным политическим силам страны не удастся договориться и создать правительство большинства, то политический кризис в стране продолжится. Обзор рынков представлен fxpro.ru для профессионалов Форекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Обзор рынков представлен fxpro.ru для профессионалов Форекс. В последнее время Ближний Восток становится все более привлекательным для мирового бизнес-сообщества. Рынки, инвестиции, энергетика, их возможности и перспективы. Новости и аналитика от наших экспертов в Абу-Даби в программе «Бизнес на Ближнем Востоке» на Евроньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Второе место на этапе занял норвежец Андрес Миккельсон, уступивший Латвале 45 секунд. Замкнул первую тройку британец Крис Мик. Четвертое и лучшее в сезоне место мог занять поляк Роберт Кубица. Однако гонщик Ситрайна сошел с дистанции на последнем спецучастке за несколько километров до финиша. В первой десятке экс-пилот Формулы-1 в этом году финишировал лишь три раза. В голландском эродивизии ПСВ принимал у себя в Вейнховене эксельсер и открыл счет на 35-й минуте. Безобидный пас Адама Махера в штрафную площадку с левого фланга неожиданно стал голевым ударом. Отбить мяч не смогли ни защитник, ни голкипер Джину Каутиньо. На 45-й минуте защита гостей ошиблась уновь, не сумев помешать прорваться в штрафную площадку Юргену Лакаде и выдать голевой пас Лучану Нарсингу. Последний мог мяча уже не касаться. Третий гол ворота эксельсера был забит в начале второго тайма. Каутиньо отбил удар в упор Флориана Йозефзона, однако мяч отскочил в корпус Лакаде и рикошетом влетел в ворота.